Дети войны Дети войны Дети войны И даже есть, в общем-то, в сельской местности люди получают пенсию 5-7 тысяч рублей. А попробуй на нее сегодня поживи, поскольку половину надо отдавать за коммунальные услуги, да еще множество платежей. Там и капитальный ремонт в многоквартирных домах, и ОДН, и за ТСЖ надо платить. И увеличили налог на землю и на недвижимость кадастровой стоимости. Все это надо оплачивать, потому что все это выросло в 20-30 раз. У людей не хватает денег. Цены на продукты растут неимоверно. На лекарства тоже. А это все пожилой народ. И в докладе были изложены все проблемы детей войны. И в своем выступлении Геннадий Андреевич Зюганов подчеркнул все те меры, которые мы здесь, в Государственной Думе, хотели бы решить для детей войны. Но, к сожалению, Единая Россия блокировала все наши инициативы по улучшению уровня жизни детей войны, да и вообще всех людей пожилого возраста. Ну, надо было отметить, что вот эта организация «Дети войны», она действительно встала на ноги. Она стала самой многочисленной. Она насчитывает в своих рядах 2 миллиона. А какую работу они проводят? Это вот действительно подвижническая работа. Это работа с молодежью. Работа по восстановлению памятников, по установке памятников «Детей войны». Сколько книг было издано? 38. Изданий только хранится в нашей библиотеке Центрального совета «Детей войны». А в некоторых регионах эти книги выпускались многократно и по шесть, и по пять раз. И все это разные люди, разные судьбы, разные книги. Но все это работает, весь этот интеллектуальный капитал работает сегодня на воспитание молодого поколения, которое будет учиться на подвиги своих дедов, ну, может быть, даже и отцов. Потому что дети войны, ну, это, так сказать, последние свидетели Великой Отечественной войны, которые на сегодняшний день еще живы. Им пришлось быть в плену, им пришлось быть в лагерях, им пришлось пережить оккупацию, им пришлось пережить и голод, и холод в тылу России. Это они перевозили заводы из прифронтовой полосы в Сибирь, это они работали на этих заводах в лютый мороз под открытым небом. Эти дети войны, они наравне со взрослыми, вот создавали ту обстановку, которая привела нас к победе. Сегодня бы им в ноги надо поклониться, но, к сожалению, наши руководители страны не хотят замечать, что такое поколение детей войны есть и не хотят улучшить им условия. Но мы приняли решение на съезде, что мы будем бороться и дальше за права детей войны, и мы приняли обращение ко всему народу России 18 сентября этого года голосовать на выборах в Государственную Думу и в региональные органы власти исключительно за Коммунистическую партию Российской Федерации, которая стала крестной матерью нашей организации, которая единственной борется за права детей войны. Вот за нее мы и будем голосовать.